Всем привет, друзья! Сегодня необычный выпуск. Сегодня будем собирать электровелосипед. Всем, кому интересно, подписывайтесь на канал. Здесь будет очень много сборок. Также я буду все цены выкладывать у себя в инстаграме. Переходите, подписывайтесь. Снизу в описании будет ссылочка. Давайте перед началом осмотрим коробку, в каком состоянии она пришла. Кстати, электровелосипед от фирмы KUGA. Коробка целая, боков повреждений никаких нет. С торца есть обозначение. Кому интересно, можете поставить на паузу, посмотреть размеры, цвет. Мадаин Чино написано. Ну что, начнем распаковывать. Сейчас смешнем две пинты и посмотрим, как он упакован внутри. Мадаин Чино Он довольно серьезно, аж на две коробки. Вот первая идет, вот вторая. Первая тоненькая совсем. Вторая потолще. Коробка ZIP с основными частями. Седло прикреплено хомутом к раме. Здесь еще картон проложен. Вот такой вот, чтобы рама не болталась в коробке. Сама рама проложена поролоном. Подседельный столбик проложен картоном. Здесь еще уплотнительный столбик проложен картоном. Вот такой вот. На дне он руль. Непонятно, как он закреплен. Ладно, сейчас достанем и посмотрим. Он тяжеленький. Ложить его на бок опасно, потому что там сбоку руль. Пока пусть стоит так. Вот так поставим его. Внутри шла еще одна коробка ZIP. Попозже откроем ее и посмотрим, что там внутри. Вот так выглядит велосипед без коробки. Насколько у него тут колеса. Сейчас прочитаем. Колеса у него на 14. Вот размер 14 на 2, 125. Дисковые тормоза. Тут штрих-код. Можно всю информацию получить по штрих-коду. Сзади есть подножка. Заглушки. Еще одна заглушка на гайке была. Вот это руль. Проложен поролоном. Тут переключатели. Звоночек есть. Ну, давайте будем распаковывать. Срезаем хомут с рулевой рейки. Или колонки, как самоудобно. Срезаем целлофан. Так, отрезаем теперь какие-то сезвон. Аккуратненько. На сидушке вот такой вот целлофановый мешочек. Типа какой-то шапочке с резинкой. Седло регулируется по высоте. Откручивается, закручивается. Сама сидушка широкая, мягкая. Снизу идет пластик. Ну, в принципе, ничего необычного. Убираем ее в сторону пока. Срезаем целлофан дальше. Теперь с другой стороны убираем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Убираем поролон с ручек. И со звонка убрали полиэтилен. Ну все, сейчас уберем мусор. Перед сборкой самого вела давайте откроем коробки и посмотрим, что там внутри. Отправили нам китайцы. В первой коробке идет какая-то схема непонятная. А, здесь идет еще одно седло. Эта седушка уже поуже. А, это крепление для слюжки. Здесь идут также болтики и скотч двухсторонний. Так, это пока в сторону уберем. Открываем вторую коробку. В этой коробке идет одно крыло, скорее всего. А, ну да. В этой коробке идет одно крыло заднее, потому что переднее уже стоит. Комплект педалей пластиковые. Подписаны правая, левая. Идет зарядное устройство для аккумулятора на 24 вольта. Блок питания и отдельно шнур вставится сюда. Шнур идет в комплекте также. Инструкция по эксплуатации. Тут написано электровелосипед KUGA D3F. И здесь полная инструкция по сборке. Вес изделия 17 кг. Масса загрузки максимальная 120 кг. Скорость 25 км в час. А максимальная скорость у него 40 км в час. Получается он может разгоняться до 40 км в час. Дальность 35 км плюс-минус 3 км. Эксплуатация данного велосипеда от минус 10 до плюс 45 градусов. Водостойкий. Аккумулятор у него стоит на 7,5 Ач. Мощность 400 Вт. Напряжение 48 В. Время подзаряда 3-4 часа. То есть, если больше поставить, то может батарея взорваться. Так что лучше придерживаться этим часам от 3 до 4 часов ставить. Ну и комплект ключей. Два шестигранника. Один вот такой вот. А второй вот такой с отверточкой. И два ключика. Это весь комплект, что был с велосипедом. Теперь начинаем собирать. Руль ставится легко. То есть, он стоит уже на месте. Нужно его перевернуть. Вот так вот. И защёлкой поддавить. Повернуть вот этот фиксатор. Чтобы он в случае чего не открылся. Также здесь есть положение наклона руля. Отжимаете вот этот зажим. И регулируете под себя. Как кому удобно. Ставим заднее крыло теперь. Крыло фиксируется вот на такой болтик. Под шестигранник на 5. Устанавливаем крыло. Теперь ставим шайбочку. Придерживаем снизу гайку ключом на 10. И закручиваем болт шестигранником на 5. Немного повыше поднять. Вот так вот. Уходит в сторону. Придерживаем крыло. И затягиваем. Крыло поставили. Теперь вставим седло. И фиксируем эксцентриком. Распаковываем педали. Срезаем плёнку. Оставим сначала левую педаль. Закручивается она против часовой стрелки. Ключом на 15. Подножка слабенькая. Она может недолго послужить. Теперь ставим правую педаль. Как я говорил, педали все подписаны. С торца вот здесь. Правая педаль закручивается по часовой стрелке. Главное не перепутайте. Закрутили педаль и теперь выровняем переднее крыло. Он болтается. Подтянем его сейчас немного. Переднее крыло подтягивается точно так же, как заднее. Шестигранником на 5. Шестигранником на 5 и ключом на 10 подтягиваем. Колеса, кстати, накачаны. Проверим ещё давление. Качаются они по 2 очка. Теперь потянем ещё звонок отверткой, чтобы не болтался. Как прочитали в инструкции, вот это дополнительное детское кресло ставится вот сюда вот вперёд. То есть, вот идут крепления к нему. Это болтики. И две подставки под ноги. Сейчас будем собирать это. Вот у нас есть инструкция, как это всё делается. Наклеиваем сначала прокладку на раму велосипеда. Итак, смотрим, как крепится сидушка. Здесь ставится крепление под сидельный столбик на 4 болта. Плюс прокладки на двойном скотче. В комплекте идут 4 болтика. Вот такие вот. Это длинненькие. Есть ещё два покороче. Зачем они нужны, я покажу чуть позже. Берём 4 болтика. Ставим под сидельный столбик. Вот сюда. Примерно посередине. И ставим крепление под сидельного столбика ещё снизу. Теперь нам надо наживить эти болтики. Вот так вот устанавливаем их. Сначала наживим, а потом выпрямим под сидельный столбик. В комплекте шли шестигранники на 4. Вот я ими закручиваю. С другой стороны тоже два болтика наживляем. Вот так вот. Тоже можно подтягивать. Так, подтянули немного. Сейчас, смотрите, ещё подтянем. И выставляем под сидельный столбик ровно. Примерно вот так вот должен стоять. И всё, и начинаем затягивать. Сильно тянуть не надо, потому что резьба может сорваться. Закручиваем, пока закручиваются болтики. Поставили под сидельный столбик. Вот в таком положении. Теперь смотрим. Вот идёт передняя вилка. Вот стоит перемычка. И крепление для подножек. Ставим её. Протихиваем её вот так вот. В таком положении она будет у нас. И будем ставить подножки. Есть вот такие вот две трубочки. Ставим их в середине. Вот я вам покажу сейчас вот так вот. То есть они будут стоять снизу. В таком положении. Одна и вторая. Устанавливаем. Ставим сюда одну сначала. Ставим сюда одну сначала. Ставим сюда одну сначала. и наживляем гаечку шайбочкой. С другой стороны. Установили один болтик. Теперь ставим второй. Также трубочку металлическую ставим под крепление. Чтобы она не проминалась. Ставим шайбочку. Вот такая конструкция получается. Теперь вот эти вот болтики вкручиваем в середину. Чтобы она не двигалась. То есть вот эти вот маленькие болтики, которые я вам показывал, они вкручиваются вот сюда в крепление. Чтобы она не шаталась. И вот так это все получается. Сейчас будем затягивать. Болтик стоит с одной стороны. И с другой стороны тоже самое. И закручиваем шестигранником на четыре. Подтянули одну сторону. Теперь подтягиваем с другой стороны. Теперь затягиваем сами подножки. Гайки держим ключом на 10. А затягиваем шестигранником на 5. Итак, подставили подсидельный столбик. Вот сюда вот прикрутили на 4 болтика. В крышке, в креплении идет резьба. Здесь в нижней крышке. Поставили подставки для ног. Все стоят на месте. Теперь осталось нам прикрутить седло. Седло крепится двумя гайками. С левой и с правой стороны. Ключом на 13. То есть, поставим таким вот образом. И все, и как он заводится. Так, присяду. А если он поедет? Газурки не заводишь. Газурки стоят заранее. Так оно и заводится с этой стороны. А вот пауэр. Как на самолете, блядь. Ну, из принцессы. Кстати, второй-то не был такой. Вот так вот стояло. Ну, это заглушка. Снимаем заглушку с зажигания. Заводим. Индикатор батареи показывает полный заряд. То есть, все деления горят зеленым. Звонок работает. Чтобы включить фары, правой кнопкой нажимаем и удерживаем ее. Передняя фара загорелась. Задних фар, стопаков никаких нет. Теперь пробуем проехать. Гоняется быстро. Тормоза работают хорошо. Теперь проверим педали. Педали работают легко. То есть, можно привить. Взаглядки аккумулят, но вверх не походят. Выключаем также с левой кнопки. Нажимаем ее и держим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Взаглядки аккумулят. Субтитры создавал DimaTorzok Взаглядки аккумулят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok